Привет! Меня зовут Олег, я работаю инженером кабельного телевидения в одной крупной компании. Наша компания занимается предоставлением доступа в интернет, также телефонию кабельную и предоставлением услуг вещания кабельного телевидения. Также вещание телевидения в сети интернет посредством установки приложений на мобильные устройства. Моя профессия заключается в том, что я занимаюсь разработкой и внедрением новых систем для улучшения качества изображения и повышения стабильности вещания телевидения как до телевизоров, так и до мобильных устройств. Каждый день мы сталкиваемся с разными интересными задачами и разрабатываем разные пути решения этих задач. В нашей компании я занимаюсь такой работой, как общаюсь с зарубежными коллегами, которые предоставляют нам оборудование, и мы вместе с ними решаем проблемы, которые возникли в ходе эксплуатации этого оборудования. Сегодня я хочу немножко поподробнее вам рассказать о том, как вещает телевидение в сети интернет, то есть на ваших мобильных устройствах. Представьте себе студию, где дикторы вещают новости в прямом эфире. Новости снимает оператор на камеру. Видео и аудио с камеры передается на устройство кодирования. Это устройство преображает поток от камеры в специальный поток, который может передаваться напрямую в студию. И на этой студии, например, также придет преобразование видеопотока. Накладывается логотип канала, субтитры, дополнительная информация. Далее этот поток с видео-аудио уже измененный, он передается операторам связи, таким как вообще обязательные операторы, например, Артерес, или кабельным операторам связи, где люди смотрят уже на домовых распределительных сетях через кабель в телевидении. Как же поток попадает на мобильное устройство? У крупных операторов связи имеется возможность такой передачи. Эта передача осуществляется при помощи специального оборудования трианс-кодирования и оборудования CDN хранения информации для дальнейшего передачи на устройство клиента. Клиент может не находиться на сети оператора, он может через интернет, находясь в любой точке мира, смотреть контент, который предоставляет ему оператор по подписке или за разовую плату. Оператор, когда принимает этот поток у себя, этот поток попадает на специальное устройство транскодирования, так называемые кодеры и транскодеры, которые преобразовывают поток, разбивая его на несколько потоков с разным качеством изображения. Вы, наверное, при просмотре видеороликов на YouTube или на других онлайн-сервисах замечали, что есть возможность выбрать качество. Будь то 240, 360, 720 и 1080. Что же означают эти цифры? Эта цифра – это сторона изображения формата. Например, VGA-формат, который использовался раньше на аналоговых камерах, например, VHS-кассетах так называемых, имел разрешение 640 на 480. Это стандартная частота развертки, обусловленная форматами PAL-секам. Дальше при развитии контента разрешение изображения и качество его постепенно увеличилось. Как раз таки, когда вы выбираете качество изображения, вы выбираете как раз таки формат, какой вы будете смотреть. Для того, чтобы формат был этот доступен, как раз таки оборудование транскодирования один видеопоток, аудио-видео, разбивает на несколько, насколько возможно. Оборудование транскодирования нарезает видеопотоки на сегменты длительностью 5 секунд. Для чего это необходимо? Это необходимо для того, чтобы вы при запуске видео, когда вы включаете, нажимаете play на своем приложении, сразу начинается идти загрузка этого сегмента с низким разрешением. Так как разрешение низкое, то и размер этого сегмента, файла, он маленький. И он быстренько загрузится, даже с нестабильным интернетом, он быстренько загрузится и позволит вам начать смотреть, вы увидите видео, аудио в плохом качестве. Далее, когда загрузилось несколько сегментов с низким качеством по 5 секунд, и система понимает, что загрузка происходит довольно-таки быстро, она начинает загружать сегменты с более высоким качеством. И качество изображения у вас сразу улучшивается. Без прерывания видеопотока. Вы смотрите сегмент 5 секунд, 10 секунд, 15 секунд с низким качеством, но с 15 по 20 секунду загрузится сегмент со средним качеством или более высоким. И тем самым у вас без прерывания видеопотока возрастет качество изображения. Как раз-таки этим и занимается транскодирование. Но само транскодирование, это не есть все, что необходимо для передачи информации. Дальше, после того, как транскодер нарезал эти сегменты, их надо где-то хранить. Есть специальные устройства CDN. Это серверы, к которым обращаются клиенты для запроса того или иного контента. Устройство CDN, к которым обращаются клиенты, служит для того, чтобы понимать, какой клиент запрашивает какой сегмент. И это же устройство позволяет хранить чанки, так называемые сегменты по-английски чанки, у себя. Например, для записи телеархива ведения. То есть, когда вы смотрите не прямой эфир, а запрашиваете какую-нибудь передачу в прошедшем времени. В общих чертах таким образом и устроена технология ОТТ для вещания в сети интернет.